Вера.Вести.ру Владыка, мы получаем по-прежнему большое количество вопросов о священниках и служении священников. Вот, например, совсем недавно мы получили вопрос от нашего зрителя Алексея, с которого я предлагаю сегодня начать. Чем священник отличается от обычного человека? Чем он лучше? Священник является обычным человеком. Он состоит из того же материала, из которого состоят обычные люди. У него могут быть такие же недостатки, как у обычных людей. Но священник отличается от обычного человека тем, что он призван к подвигу. Вот я приведу другую аналогию. Чем отличаются военные от гражданского человека? Это разница в служениях. То есть, человек, который добровольно ли или по принуждению идет на военную службу, это человек, который призывается к подвигу. Совершит ли он этот подвиг или нет, это уже другой вопрос. Как он будет нести свою службу? Это опять же другой вопрос. Но это человек, который находится в подчинении у своего начальства. Человек, который не распоряжается своей жизнью. И человек, который в случае опасности призван и даже обязан отдать свою жизнь за других. Вот не случайно аналогия между воинским служением и священническим служением очень часто встречается в творениях святых отцов. Потому что священник это тоже воин, только это воин Христов. Церковь это тоже войско, только это войско, которое состоит из людей, борющихся с властями и миродержителями тьмы века сего. То есть, с злыми и бесовскими силами. И священник это тот человек, который должен и обязан быть готовым к подвигу. И жизнь которого должна быть подвигом. Разве миряне, христиане, верующие, они не призваны к подвигу? Разве они не являются воинством Христовым? Миряне тоже являются воинством Христовым, они тоже призваны к подвигу. Более того, апостол Петр говорит, что вы царственное священство, люди взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И вот эти слова о царственном священстве, они обращены не только к профессиональным священникам, не только к духовенству. Весь церковный народ является царственным священством. Но если продолжить вот эту аналогию, тогда можно сказать, что церковный народ это армия, а духовенство это военачальники. И вот каждый солдат призван к подвигу. И бывают такие подвиги, которые совершают простые солдаты, о которых потом помнят поколение людей, которые остаются в веках. Но на военачальниках лежит особая ответственность. И вот эта особая ответственность лежит также и на пастырях церкви, потому что они должны вести за собой стадо, они должны вести за собой вот это огромное многомиллионное войско церковного народа. Они должны указывать направление, они должны говорить, где враг и как с ним бороться. Они должны вдохновлять людей на вот этот духовно-нравственный подвиг. Наш зритель Геннадий из города Подольска спрашивает, почему в церкви новому священнику поют аксиос, то есть достоин? По какому принципу церковь выбирает этих достойных? Надо сказать, что далеко не всякий человек может стать священником. И вообще в церкви нет такого правила, чтобы, например, человек, окончивший духовную семинарию, автоматически мог претендовать на то, что он станет священником. Решение о том, станет он священником или нет, где он будет служить, принимает архиереи. Это целиком зависит от воли архиереи. То есть это целиком зависит от решения церковных властей. И достоин ли или не достоин человек, это не он сам определяет. Человек не может сказать, вот я считаю себя достойным, и поэтому хочу быть священником. На самом деле достойных людей для этого служения нет вообще, потому что это служение превышает человеческие силы, и оно всегда требует не только полного напряжения духовных и физических сил самого человека, но прежде всего оно требует Божьего содействия. И мы верим в то, что когда, например, совершается таинство священникам, то их совершает не священник, а сам Христос его руками. Вопреки недостоинству самого священника, вопреки его всем человеческим немощам. Как говорит апостол Павел, сила Божия совершается в немощи человеческой. Священник является орудием в руках Божиих, и от него требуется готовность быть этим орудием, от него требуется постоянная открытость по отношению к Богу и к воле Божией. То есть человек должен всего себя предоставить Богу. Ну вот я предлагаю познакомить наших зрителей с тем, как происходит рукоположение в священнике Хиротония, как это называется по-гречески, чтобы было понятно, что же там совершается при этом с человеком. Хиротония с греческого переводится как рукоположение. В православии это посвящение человека, наделяющее его правом совершать таинства и обряды. Хиротония и сама по себе одно из семи главных таинств. Рукоположение в сан священника может совершать только епископ. Это происходит во время литургии, которую он служит. Ставленника трижды обводят вокруг престола особого стола в центре алтаря. Затем будущий священник кладет на престол голову, а епископ возлагает на нее амафор и руки. Это означает возложение рук Христа и читает особую молитву. Молится он об избрании человека священнослужителем при незримом присутствии Господа. Затем епископ, встав перед верующими, провозглашает аксиос, что с греческого переводится как «достоин». В ответ на это священники, хор и все присутствующие тоже отвечают троихратным аксиос. Этим возгласом церковные собрания и община свидетельствуют о своем согласии на рукоположение достойного ставленника. При этом епископ поручает рукоположенному необходимые для служения атрибуты – епитрахиль, пояс, филонь, наперстный крест и служебник. Сразу после хиротонии рукоположенный уже начинает действовать как священник. Например, читает так называемые замвонные молитвы в конце литургии. Бывает, что епископ позволяет сразу же причащать верующих. С этого дня священник может совершать таинство, крещение и миропомазание, от имени Господа прощать грехи раскаившимся грешникам, совершать евхаристию, а также венчать и соборовать. Мы видим, что главным, так сказать, участником этого действия, этого таинства является, ну как бы сказать, престол в церкви. Человек все время вокруг престола, он и ходит, он и целует этот престол, и кланяется престолу. И несмотря на то, что рукополагает его архиерей, тут прежде всего вот алтарная служба, видимо, главную такую, главный смысл такой несет, да? Ну вот очень важным моментом является первое прохождение через царские врата. Оно происходит при дьяконской хиротонии. Царские врата – это тот вход в алтарь, он же и выход из алтаря, которым могут пользоваться только священнослужители и только во время богослужения. А престол – это тот священный предмет, к которому могут прикасаться только священнослужители. Это связано с тем, что на престоле совершается евхаристия, то есть таинство изменения хлеба и вина в тело и кровь Христа. И вот престол, он является как бы видимым средоточием того присутствия Божия, которое наполняет весь храм, но которое особым образом наполняет алтарь. И служители алтаря – это те люди, которые должны постоянно находиться в присутствии Божьем. Не только в алтаре, но и вне алтаря, конечно. Но алтарь – это особое место, и оно всегда воспринималось в церкви как особое место. Оно даже как бы украшается по-особому. И в этом смысле действительно очень важно, что рукоположение происходит у престола, что в тот момент, когда архиерей возлагает руки на будущего диакона или будущего священника, он в то же время прикасается к престолу. Он как бы от этого престола Божия черпает благодатную силу. Спрашивает наш зритель Николай. Почему и с каких пор любой священник – это еще и обязательно духовник? Ведь так получается иногда, что священнику 20 лет, к нему приходит бабушка 80 лет, и он ее учит, как жить. В Греции исповедовать может только опытнейший. Почему у нас иначе? В нашей ситуации это, к сожалению, просто невозможно, потому что у нас нет такого количества опытных священников. Ведь вы представьте, вот последние 20 лет, когда повсюду открывались храмы, откуда бы мы могли взять тысячи духовно опытных священников? Очень часто священником становится молодой человек. Я сам вспоминаю, я был рукоположен в священнике, когда мне только исполнился 21 год. И вот я служил тогда в монастыре. Первую неделю после рукоположения я совершал литургию, а вторую неделю я должен был исповедовать. И вот как раз примерно такая ситуация и была со мной, когда подходит человек и начинает рассказывать там, что он живет с одной, любит другую и так далее. А мне 21 год, я молодой человек. Я ему сказал, я ему посоветовал обратиться к более опытному духовнику из братства того же монастыря. Но в той ситуации это было возможно. А если бы я служил просто в деревне, где я единственный священник, как и произошло со мной год спустя, тогда я уже не мог бы переадресовать к другому священнику. Тогда я должен был бы, полагаясь на волю Божию, исходя из своего пусть и малого какого-то опыта, с молитвой принимать эту исповедь и давать советы. В связи с этим вот как раз есть вопрос от нашего зрителя. В Москве сейчас, как мы знаем, строится много новых храмов. Есть такой проект «200 новых храмов в Москве». Потому что Москва парадоксально оказалась самым на душу населения малообеспеченным храмами регионов России. Из-за большого количества населения в ней. Где же взять духовников на эти 200 храмов? Потому что пойдут москвичи, жизнь которых далеко не проста, безоблачна и, так сказать, легка. Кто же там будет служить и исповедовать? Ну, вы знаете, в Москве нет дефицита священников. В Москве есть храмы, где служат по 5 или по 10 священников. Вот я иногда в своем храме, когда служу, у меня за литургией бывает и 12 и 15 священников. То есть всегда можно найти священника для строящегося прихода. Причем, возможно, и совмещение. Допустим, тот или иной человек является пятым священником какого-нибудь большого храма в центре Москвы и является одновременно настоятелем небольшого храма на окраине Москвы. Хотя, конечно, я за то, чтобы в каждом храме был свой священник, свой настоятель, который не был бы связан какими-либо другими послушаниями в других храмах. Спрашивает наша зрительница Мария из Санкт-Петербурга. Могут ли священника как солдата отправить служить куда-нибудь в глухую деревню? Я слышал, что такое возможно. Такое возможно. Вот со мной было такое. Как раз я пожил в монастыре полтора года, а потом мне архиерей как-то пригласил, причем у меня были очень добрые отношения с архиереем, и он мне говорит, я тебе советую поехать в деревню послужить священником, и вот тебе указ. То есть он сказал, я тебе советую, а в то же время вручил указ. И как бы я, конечно, не возражал, но кто-то другой мог бы и возразить. Вообще, более частой является, конечно, ситуация, когда архиерей спрашивает священника, прежде чем его куда-то назначить. И особенно это касается семейных священников, потому что любое перемещение связано с переселением семейства, у священников бывает много детей и так далее. И некоторые священники привязаны к конкретному месту, ну, например, потому что у них там дом. Вам-то хорошо, потому что вы были монах, вы собрали чемоданчик и поехали в деревню. А если у человека семья, его отправляют в глухую деревню, где молятся там 15 бабушек, он же должен кормиться как бы от престола, на что же он там будет жить? Ну, вот здесь требуется, конечно, мудрость архиерея, потому что архиерей должен учитывать несколько факторов. С одной стороны, самые талантливые, самые активные священники требуются там, где больше всего паствы. Это понятно. То есть, естественно, что если это священник, который обладает исключительными пастырскими качествами, то он прежде всего будет востребован в самых крупных приходах. Если священник, скажем так, менее усердно совершает свое служение, то есть для него большой риск, что он окажется где-то на отдаленном приходе. Но, с другой стороны, архиерей должен учитывать, конечно, и личные обстоятельства священника и его семейную ситуацию. И часто бывает так, что священника невозможно перевести, допустим, из одного города в другой, потому что он в этом городе живет, у него здесь семья, у него здесь дети учатся в школе. И поэтому, конечно, архиерей, как правило, советуется со священниками, как правило, он предлагает священнику то или иное место, прежде чем его туда назначить. Владыка, вот мы подготовили репортаж о таких священниках, которые вроде бы живут в деревне, но создали вокруг себя целый, я бы сказал, мир, и не только богослужебный. У них целая конная школа для подростков создана. Давайте его посмотрим. А эту долго отучали, чтобы она не плевалась. Слава Богу, не плевется сейчас. Как отучали? Как отучали. Да вот опять так же, вот, просто гладили, говорили добрые слова, ласковые. Трудного верблюда перевоспитать не легче, чем трудного подростка. Нужно безграничное терпение. Добро и ласка помогают не сразу. Многие ребята, которые живут при Святолазаревском монастыре в городке Верещагина, бывшие беспризорники. О том, что такое доброе и терпеливое отношение за время жизни на улице успели позабыть. Вспомнить помогают животные. Кроме верблюдов здесь живут лама, ослы, кролики и собаки. Но главные помощники все-таки лошади. Вот это все, так скажем, помощники нашей воспитания. Потому что, на самом деле, воспитывают в детях много хороших качеств. И добро, и любовь, и даже лошади, и вообще животные меняются, когда общаются с ребятами. У нас вот нет таких лошадей, которые подошел, она легнула бы. Это тоже момент воспитания. Дети воспитывают лошадей, и лошади воспитывают детей. У воспитанников не минуты свободного времени. Утро начинается с молитвы. Потом школа, тренировка, выполнение домашнего задания и послушаний. Учатся не всегда отлично, но стараются изо всех сил. За плохие отметки могут отстранить от тренировки. Наказание по здечным меркам очень строгое. Самое яркое воспоминание Ильи – первая встреча с лошадью. Я боялся сначала к лошади-то подойти. Кто меня посадил на лошади, я не знал, я ногами шинкель едала, нога лопом поехала. Но я, естественно, перепугался. Илье 14. О прошлом он рассказывает неохотно. Сейчас все мысли о будущем. Окончить школу, отслужить в армии и учиться дальше. Один корпус-интервал. Запрыгнул? Гоша, это где у нас интервал есть? Если просто ездить, то без седла. Если заниматься вольтежировкой, конной акробатикой, то выкладываться по полной. А еще здесь тренируются городские ребята. И летом все они вместе будут участвовать в показательных выступлениях. Вот все ли пастыри призваны быть такими подвижниками? Каков минимальный уровень, так сказать, того, без чего священник не может быть священником? Ну вот нет у человека призвания совершать такие какие-то подвиги и вот так поднимать людей вокруг себя. Каждый священник призван к подвигу. Каждый священник призван отдавать всю свою жизнь церкви. И ставить интересы церкви на первое место, а свои личные интересы на последнее место. Это требуется от каждого священника. Но священники это люди по-разному одаренные. Есть люди более одаренные, есть люди менее одаренные. Есть люди более способные, скажем, к миссионерской деятельности или, допустим, к строительству. А есть люди менее к этому склонные. И здесь тоже, конечно, от архиерея требуется большая рассудительность. Кого и куда назначать. Потому что есть, допустим, приход, который находится в миссионерских условиях. Где прежде всего требуется миссионерская работа. И туда, наверное, следует назначать священника к этому склонного. Есть приход, где задача ближайших десяти лет заключается в том, чтобы восстанавливать храм и прилегающие к нему строения. Значит, туда надо назначать человека, который имеет какие-то навыки в этом деле. Но, с другой стороны, конечно, навыки приобретаются и по мере работы. И очень часто бывает, что неопытный священник назначается на ответственное служение. И уже в ходе этого служения он постепенно приобретает тот опыт, который ему необходим. Дорогие братья и сестры, я хотел бы в завершении нашей передачи напомнить вам слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Вы – тело Христова, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. Третьих – учителями. Всего вам доброго. И да хранит вас всех Господь. Редактор субтитров А.Семкин